Межсезонье для дачника это такое время, где можно не просто отдохнуть от садовых и огородных работ, но и в ожидании нового сезона потратить время с пользой, к примеру, подобрать интересные вещички для своего сада. Ну а так как сегодня большую популярность имеют покупки в интернет-магазинах, и многие из нас покупают разные полезности на самой крупной торговой площадке Алиэкспресс, то я хочу поделиться с вами теми мелочами, которые оттуда заказывала я, а вас прошу оставлять комментарии и делиться своими полезными приобретениями для дачи с этого и любого другого интернет-сайта. Итак, начну с того, что у себя на участке мы применяем прикорневой полив с помощью пластиковых бутылок, которые делаем собственными руками. Такой полив имеет большущие преимущества перед традиционным поверхностным. Об этом я подробно рассказывала в моем видео. И вот специально для сборки этой полуавтоматической поливной системы, как в теплице, так и в открытом грунте, мы с Али заказали необходимые составляющие, а именно регулируемые форсунки капельницы и тройнички разветвители. В дополнение к ним мы купили силиконовый шланг, собрали все необходимое количество полуторалитровых пластиковых бутылок, соединили всю систему капельного полива в единую линию и получили очень удобный вариант полива, который минимизировал наш труд на весь сезон. Далее, для посева семян на рассаду я заказывала такие специальные вспомогательные штучки, как пинцеты. Кстати, они предназначены не для садоводства, а для работы с электроникой. Но раскладывать при посадке более-менее крупные семена или же делать какие-нибудь мелкие работы ими очень удобно. Они достаточно крупные, длиной по 118 мм и имеют хороший захват с разными наконечниками. Это заостренный, плоский и изогнутый. Но я в основном пользуюсь только изогнутым. Сделаны они из очень хорошего прочного пластика, то есть не гнутся, как одноразовые, и не окисляются, как это могло бы быть с металлическими. Следующая полезная мелочь – это насадка-разбрызгиватель на поливные бутылки. Такие насадки очень удобны для полива маленькой рассады, так как при обычном поливе из бутылки струя воды получается мощной, что приводит к разбрызгиванию и размыванию корней, а может даже и вовсе помять рассаду. А вот такая насадка-душ, она мягко рассеивает воду и позволяет плавно регулировать напор воды. Такие дождеватели пластиковые, они есть разного цвета и конфигурации. Поэтому и объем полива получается разный. Одни насадки выдают маленький напор, а другие побольше, что подходит для более крупных растений. Далее, такой набор садовых инструментов, которые подходят для работы не только с рассадой, но и комнатными растениями. Например, миниатюрные грабли, лопатки с острой и закругленной формой, пластиковый посадочный конус и разветвленная вилка с мини-лопаткой. Эти инструменты просто незаменимы для большинства мелких работ с растениями. Той же прополки, копания, пересадки, очистки и других земляных работ. Они легкие, очень удобные к руке, делают посадку легче и быстрее. И я уже настолько привыкла с ними работать, что даже не представляю, как в рассадный период можно обходиться без этих вспомогательных предметов. Далее, вот такая небольшая селка-дозатор для семян. Она пластиковая, диаметр коробки накопителя 6,5 см, а общая длина 12,5 см. Эта штука достаточно простая по своему замыслу, но очень удобная. На ней есть циферблат с пятью делениями и под каждым из них отверстие для семян определенного калибра, благодаря чему можно легко распределять семена по поверхности грядки и при этом создавать необходимый между ними интервал. Для этого нужно засыпать в накопитель семена, повернуть циферблатный диск в соответствии с необходимым калибром семени, немножко наклонить селку и слегка постукивая по крышке или же сбоку по желобу высевать. Также на Алиэкспресс для выращивания ранней рассады я заказывала разные фитолампы. Например, комплект из пяти светодиодных ламп из алюминиевого профиля с пластиковым колпаком. Туда же входит для них крепеж, четыре кабель-соединителя и, конечно же, кабель питания с выключателем и евровилкой. Все подробности о них, их размеры, характеристики, способы монтажа я рассказывала в одном из моих предыдущих видео. И чтобы не повторяться, ссылку на него я оставлю в описании. Кратко отмечу, что в целом такие лампы я бы рекомендовала. Они экономичны, компактны, экологичны и безопасны. А в их эффективности я убедилась на личном опыте, вырастив под их освещением рассаду и оценив ее общее состояние и развитие. Далее, еще одна мелочь, которую я выписала с Алиэкспресс, это маркеры для рассады. Их, конечно же, можно тоже сделать своими руками. И разные варианты такого хендмейда я показывал в одном из моих видео в прошлом году. Но и заказать вот такие готовые с сайта тоже выходит недорого. Они пластиковые, прочные, водонепроницаемые. Есть разных цветов и на них удобно подписать как название сорта, так и всю необходимую информацию. Ну а я делаю еще интереснее. Сначала скачиваю с интернета обложку пачки того сорта, что посеяла. Уменьшаю ее до необходимого размера. Распечатываю на цветном принтере. Наклеиваю на двусторонний скотч и приклеиваю на маркер. Получается очень красиво и удобно. Глянув на маркер, видны не просто какие-то краткие пометки, а сразу вся необходимая информация в виде фотографии того или иного сорта. И, наконец, в этом году я выписала семена разнообразных цветов и овощей. Видеообзор которых я, конечно же, сделаю в отдельном видео. А в течение предстоящего нового сезона я буду выращивать их, сравнивать, что в итоге вырастет с тем, что заказывала. И заодно буду делиться с вами всем процессом. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok